Служба зовет в этом году отдать долг перед Отечеством в Казахстане призваны около 17 тысяч молодых людей в возрасте от 19 до 27 лет. Однако зачастую молодежь игнорирует повестку, а потому домой к нерадивым призывникам наведываются представители компетентных органов. Матвеев Олег Валерьевич, сын, неоднократно мы его вызываем по повестке, он не является, говорит, что они должны, согласно закону, пройти комиссию, медкомиссию, по повестке явиться. Если он годен Коинской службе, мы его заберем, призывать будем, хорошо, он и силы, а если по состоянию здоровья имеет отсрочку, мы его отпустим, согласно закону, все законно. Сына нет дома, он работает в другом городе. Примерно так отвечает большинство родителей-уклонистов. Связаться по телефону с самими военнообязанными тоже задача не из легких. Обычно номер отключен. В случае, если на звонок все-таки отвечают, молодежь обещает явиться на призывной пункт позже. По всему Казахстану, в том числе и в городе Талдыкурган, есть молодые люди, которые не хотят идти в армию. С этой целью совместно с пресс-службой Талдыкурганского гарнизона и УВД проводится оперативно-разъяснительная работа. Зачастую многих трудно найти дома. Именно поэтому мы проводим рейды. Из управления по делам обороны города к нам поступает бумага о военном призыве. По ним выезжаем и проверяем на дому граждан, проживающих в административной зоне. При осмотре их часто нет дома. На учете находятся, но не появляются. Часто говорят, что учатся в Алматы. Однако на вызов не являются. Во время рейдового мероприятия удалось встретиться с призывником по имени Жасулан. Молодой человек объяснил, что работает в Алматы стоматологом. И сегодня главной своей задачей считает получение профессионального опыта. А потому не может тратить время на службу в армии. Подавляющее большинство уклоняющихся от воинской службы просто скрываются. Однако есть и те, кто, обладая хорошим здоровьем, приобретает справки о негодности к службе. До настоящего момента таких случаев у нас не было. Все призывники проходят медкомиссию. Наши врачи – квалифицированные специалисты. Все анализируется. Если все соответствует закону и по состоянию здоровья призывник действительно негоден, претензий не будет. Впрочем, не все молодые люди уклоняются от службы. Есть и те, кто по собственному желанию пришел отдать долг родине. По словам Ильнура, который только в этом году завершил воинскую службу в Шимкенте, армия в корне изменила его характер и взгляды на жизнь. В армии понимаешь ценность семьи, родителей. Начинаешь ценить свободу в гражданской жизни. В армии было сложно и интересно, но год прошел быстро. Я слышал, что современная молодежь нередко избегает службы в армии. Я бы хотел призвать всех мужчин отдать свой долг родине. В этом году в ряды вооруженных сил Республики Казахстан было призвано около 17 тысяч молодых людей. Более 6,5 тысяч из них служат в разных родах войск. Они добросовестно выполняют свой священный долг, а значит и заботятся о будущем своей страны. Ведь сильная армия – сильное государство. Надежда Белова, Шалкарт Нурмахамбет, Мадиба Ибасынов, телеканал ЖТСУ.